Доброго времени суток, дорогие подписчики беттингу теннис. Меня зовут Владимир Светлица и я предлагаю снова-снова начать обсуждать US Open 2017, конечно же мужской разряд. Мы ребята, которые обсуждаем мужчин, женщин практически не обсуждаем, практически не смотрим, но геями нас определенно не назвать. Так вот, друзья, вчера было несколько сенсаций сразу же. Вылетели, на мой взгляд, теннисисты, которые входили в когорту главных фаворитов этого турнира. Никириос потерпел поражение Джона Милмана с учетом 1-3 и Саша Зверев с таким же счетом проиграл Борно Чоричу. Саша, на мой взгляд, Зверев и Никириос входили в пятерку главных фаворитов этого турнира. Конечно же, опять-таки, по моему мнению, безусловно, стоит отметить Борно Чорича. Прекрасный теннис. Борно настоящий мужик и вообще его физические способности поражают. Невероятная выносливость и готов действительно цепляться зубами и отвоевывать буквально каждый розыгрыш. Конечно, ничего он не дарит практически, но во вчерашнем матче это был теннисист с потрясающим уровнем концентрации, с огромным запасом сил. И, что самое главное, он верил в свою победу от первого розыгрыша и до последнего. Вот таким образом вчера мы потеряли Ника и Сашу. Ну, такие дела, друзья. Такие дела. Ну, дабы не затягивать время, я предлагаю вам сейчас обсудить остальные матчи мужского одиночного резерва, которые еще не стартовали, которые сегодня начнутся. И некоторые матчи третьего уже круга, которые будут завтра. Итак, начинается сегодняшний игровой день с нескольких сразу матчей. Долгопола в Бердах и Травалья-Троицке. Эти два мужских поединка, которые начнутся в 18-0 по Москве. Видится, мне на самом деле неплохие шансы у Александра. Саша на ее сопы он играть умеет. Вспоминается сразу 2011 год, четвертый круг, матч против Джоковича. Да, и вспоминается на самом деле Ценцинати 2015 года, где Саша тоже отлично выступал и был, по-моему, в полуфинале. И, кстати говоря, на том же Ценцинати в четвертфинале он обыграл Томаша Бердаха. В полуфинале мог обыгрывать в двух сетах Новака Джоковича. В общем, Харт Саша любит, Америку любят. И тот же самый результат в Индиан Уэллс в 2014 году. Все мы помним, друзья. Так вот, на Долгопола удают 4-6, на Бердаха 1-23. И с учетом потрясающей нестабильности Бердаха и даже потрясающей нестабильности, которую он проявил уже в первом поединке против Харриса, я считаю, что Долгополов может наиграть как минимум на сет. На него дают 4-6. И считаю, что шансы у Саши есть. На него сейчас, конечно, оказывается давление, особенно в СМИ. Ну, вы знаете эту ситуацию и его матч против Монтеро в Инстан Сейломе. Теннис, Интегрит и Юнити, организация сейчас... Интегрит и Юнит, эта организация сейчас расследует поединок Долгополова. Но сам Саша говорит, что все было нормально. Следующий матч Траваля-Троицкий, на самом деле, друзья, тотальнейший рандом. Троицкий в ужасной форме, а Траваля, наоборот, хорош. Но, тем не менее, коэффициент равный за счет того, что Троицкий выше класса. Вот Троицкий в пяти сетах вчера одержал победу. И, на самом деле, может быть, это ему и помешает сегодня сыграть на должном уровне. Поэтому этот матч скип, вот, и даже, не знаю, Траваля вчера буквально изнасиловал своего соотечественника куда более опытного и мастеровитого Фабио Фанине. Посмотрим, что будет сегодня. Далее, Дамир Джумхуру против Седрика Марселя Штебе. Очень мне нравится немец. Я неоднократно это говорил и даже во время вчерашнего стрима. Кстати говоря, стримы проходят в группе ВКонтакте. Эту группу ВКонтакте вы сможете найти в описании к этому видео. Все ссылки будут. Так вот, Седрик Марселя Штебе будет играть против Дамира Джумхура, который выиграл, по-моему, 12 из 13 последних поединков. В общем, серия у него довольно такая неплохая. Продолжается. Вчера он обыграл Пабло Коеваса. Причем в трех сетах. Пабло продолжает разочаровывать. И за последние несколько месяцев Коевас не выиграл, по-моему, ни одного матча. Так вот, Джумхур на Джумхура 1.66, Штебе 2.29. Считаю, что матч, в принципе, равный. И Джумхур где-то может просесть чисто физически. С другой стороны, Штебе тоже здесь играет. Прошел квал, но квал прошел довольно уверенно. Я считаю, что физически затрат у него было меньше в последние дни. Вот так что считаю, что за 2.29 Штебе, в принципе, играется. Жазири Милман. 2.96 на Жазири, 1.47 на Милмана. Ну, конечно, чуть-чуть, чуть-чуть не додали коэффициентик на Милмана. Хотя считаю, что пройдет он в следующий круг. Опять-таки, тяжелый матч Жазири. Жазири вчерашний 5-сетовик. И довольно неплохая победа Милмана. Ну, даже учитывая состояние Кириуса и его проблемы с плечом, все равно Милман был неплохо. И это было заметно по первым сетам. Милман, мое мнение дальше, с учетом того, что опять-таки Жазири вчера катал 5 сетов. Далее Андрей Рублев, Григор Димитров. Рублев молодец, без каких-либо вариантов обыграл Олежа Бедене, ни разу не проиграв свою подачу. Димитров, кстати говоря, входит в пятерку моих фаворитов на этот турнир. А учитывая вчерашнюю тенденцию, вполне возможно, что Димитров проиграет. Но я все-таки считаю, что имеет смысл взять минус на Димитрова, потому что он действительно очень и очень хорош в последнее время. Минус дают, в принципе, не такой большой. Можно даже зацепить где-то минус 5,5. Может быть, даже и минус 5. В принципе, по брейку в каждом сете вполне возможно. С учетом психов Андрея, где-то вполне возможно будет сать 6-1, 6-2 в пользу Григора. Вот отсюда, собственно, мы и пляшем. Далее Адриан Монорино против Берна Фротанжело. 1,19 на Монорино, конечно, это слишком мало. Но, тем не менее, сразу вспоминается их недавняя личка. В Мексике, в Лос-Кабосе. Там Адриан без вариантов, по-моему, 6-1, 6-1 обыграл Берна. Ну и плюс вчерашний довольно энергозатратный матч против Ива Карловича от Берна. Так что Монорино дальше, наверное, француз все-таки. Действительно дальше. По форе вопросов. Не советую лезть в фору. Адриан Менендес Массейрос против Хуана Мартина Дель Потро. Менендес Массейрос, который каким-то чудом оказался вообще на этом турнире, но он уже даже во втором круге. Сыграет против Хуана Мартина Дель Потро. Дель Потро плох. И я вполне допускаю, что Менендес пробьет плюсовую фору. По поводу победы, конечно, с учетом огромной разницы в классе, конечно, тут вопросы довольно большие к Массейросу. Но, тем не менее, по поводу плюсовой форы тут уже, мне кажется, все немного проще и немного интереснее. Дают большой плюс на него, плюс 9 даже или плюс 8,5. Подачка, в принципе, у него есть. И, опять-таки, Дель Потро довольно плохо на приеме. И вообще довольно плохо двигается. Так что мне здесь видится скорее плюс, нежели минус. Роберто Баутиста Гуд против Дастина Брауна. Баутиста выиграл Уинстон Сейлом. Форма хорошая, но, опять-таки, усталость накапливается. Усталость накапливается. А Брауна держал довольно легкую победу. Ну, правда, не над теннисистом, а над Томазом Белучи, который в последние несколько месяцев мог бы, в принципе, работать боем с таким же успехом. Тоже был бы на корте и тоже был бы примерно так же заметен, как и сейчас, находясь, собственно, в своей форме. Баутиста дальше по форе вопроса. Браун, в принципе, может творить сенсации, но, тем не менее, не верится, что Баутиста, честно говоря, проиграет так рано, с учетом его неплохой формы. Фернандо Вердаско против Фелисиана Лобса. Вот это, наверное, первый настолько интересный поединок сегодняшнего игрового дня. Ну, да, за исключением, конечно, уже был Долгополо в Бердах. Так что это второй очень интересный поединок. Я считаю, что Фелисиана, на самом деле, если бы, опять-таки, не вот эти погодные условия, которые вмешались в график, вообще, турниры, как вы знаете, вчера Танисисты играли, и опять сегодня. То есть, с учетом 5-сетового формата, этому может, конечно, очень сильно сказаться на результатах и вообще на предматчевых раскладах. Так вот, я бы сказал, что Лопес пройдет следующий круг, если бы не его вчерашние тяжелые 4 сета против Кузнецова. Форма у него явно лучше, чем у Вердаско, но Вердаско вчера очень сильно повезло, и он выиграл только один сет, у Ваши Капо спешил, а после чего просто канадский теннисист отказался. То есть, у Вердаско была отличная разминка, практически он не устал, прибился к корту. В отличие от Лопеса, который провел там практически 3 часа вчера во время своего матча. Так что, друзья, тут вопросы, вот, но если бы не вот этот факт и усталость Лопеса, возможно, то Лопес дальше, мое мнение. Далее, Давид Гафен против Гидапелли. Гафен очень плохо, я уже не устаю об этом говорить после травмы, но это не его вина, это проблема. Проблема частая, с которой сталкиваются теннисисты после возвращения в тур. После травмы, как я уже сказал, Гвида хорош, Гвида Пелли унизил Стива Дарсиса, отдав ему там 2 или 3 гейма за матч. Вот, так что вполне возможно, что Гвида пробьет плюсовую фору. Дают 1-3-4 на Гафена, считаю, что маловато, слишком мало. Далее, Филипп Кольшрайбер против Сантьяго Хиральдо. Хиральдо одержал невероятную победу в невероятной качельном матче против Винсона Мио. С другой стороны, если ты играешь против Винсона Мио, и если ты Сантьяго Хиральдо, который выступает на харде, то, в принципе, это нормальное, наверное, развитие событий. Так вот, Хиральдо в 500-й веке обыграл Винсона Мио, а Кольшрайбер довольно неожиданно, пожалуй, обыграл очень легко прошедшего квал Тима Смычка. С учетом вчерашних результатов, вообще я боялся, что Кольш, который не играл в Америке в этом году, летом, не будет хорошо к готовке Иосопа, но, тем не менее, его вчерашний матч показал, что он готов. Так вот, Кольшрайбер дальше и, скорее всего, с комфортной минусовой форой. Далее, Роджер Федорер против Миши Южного, безусловно, Роджер дальше, 16-0 в личках, ни одной победы Южный никогда не одерживал над Федорером, и, да, просто не тот уровень, Миша сейчас очень сильно уступает скорости, а Миша и в других компонентах всегда уступал Федорер, и даже когда был молод и мог нормально двигаться, в любом случае шансов у него не было. Но тут еще огромная разница скорости, хоть и возраст у них примерно одинаковый, но, тем не менее, Роджер, как вы знаете, с другой планеты, и таких проблем, как у других теннисистов, у него нет. Фриц против Тима, вот здесь 4,62 на Фриц, 1,23 на Тима. Продолжаю я говорить, что Тим на Харде, это не Тим на грунте, но это, понятное дело, это, собственно, и к Дамиру Джумхору не ходи. Вот, поэтому, в принципе, у Фрица есть шанс, сейчас он находится, наверное, в лучшей форме за последний сезон, и считаю, что с этих вполне возможно зацепит. 60 на 40 в пользу Тима, что, собственно, котировки букмекеров, конечно же, не отражают. Вполне возможно, что Фриц, дорогие друзья, мое мнение, может пройти дальше. Дональд Янг против Гайля Манфиса, но здесь, по идее, у Манфиса должно сыграть самолюбие, и должно проходить Янга, потому что Янг сейчас без формы, ну и плюс у Манфиса защита полуфинала. Основываясь на этих двух фактах, Манфис дальше, скорее всего, с форой. Юичи Сугита против Леонардо Майер, очень интересный поединок. Беру в расчет стабильность Сугиты, типичную, присущую для японских теннисистов, это эдакий Кейни Шикори на минималках, хотя, в принципе, в последнее время может быть и на максималках. А Лео Майер очень нестабильный теннисист, но который показывает очень приличный теннис. В последнее время выиграл он 500 на турнире ATP 500 на грунте в Гамбурге, вот и сейчас прошел Решара Гаске. Правда, Гаске как-то очень плохо двигался, наверное, были какие-то проблемы со здоровьем. Так вот, мой выбор все-таки Сугита, все-таки Сугита, стабильности у него побольше. Вот, мой выбор Юичи Сугита дальше. Надаль против Торок, ну здесь, конечно, говорить особо нечего. Надаль дальше по форе, не знаю, зависит все от Рафы. Но, по идее, японец очень комфортен для него должен быть. Нет того тенниса у Даниэля, чтобы обыгрывать Рафу Надаль. Кевин Андерсон против Борна Чорича. Этот поединок уже будет сыгран завтра. Кевин, Кевин, считаю, дальше, но все-таки чуть-чуть занизили. Занизили коэффициент на Андерсона. Почему Кевин дальше? Даже с учетом того, что Борна обыграл Сашу Зверева, я считаю, что очень много сил он затратил в этом матче. Действительно, он бегал за каждым мячом. И было несколько розыгрышей по 35 и более ударов. Матч очень энергозатратный. И победа действительно даже не столько физически, сколько эмоционально очень тяжелая была для Чорича. Плюс лички, дорогие друзья. Обратите внимание на личные встречи. Все 2-0 и все с комфортной форой в пользу Андерсона. Причем обе были сыграны в 2015 году, когда Чорич, пожалуй, показывал лучший теннис в своей карьере. Андерсон дальше. Миша Зверев против Джона Изнера. Да, Миша Зверев выиграл несколько последних поединков у Джона. Даже говоря, в Австралии он его обыграл. Но, тем не менее, я считаю, что Джон дальше. Джон находится в идеальной форме. И именно сейчас он должен обыгрывать Мишу. Ну и мое, опять-таки, довольно скептическое отношение к Мише вы знаете. Изнер дальше. Сэм Куэри против Фараду Албата. Но здесь тоже, по идее, Куэри дальше. Хотя Албат очень хорош. Но, тем не менее, его теннис будет, я думаю, довольно удобен для Куэри. Куэри будет пробивать Албата. Так как тот играет не очень мощно. Хоть и быстро, но, тем не менее, не мощно. Куэри дальше. Дальше по форе вопроса. Албат хорош. Албат хорош. Прошел Куал и прошел здесь уже два круга. Большой молодец. Тем не менее, Куэри дальше по-хорошему. Николя Мою против Пабло Коренни Буста. И здесь по-хорошему Пабло должен проходить дальше. Довольно уверенно. Просто в силу того, что Мою невероятно наелся. Два пятисетовика. Вчера против Альберта Рамоса прошел Квал. Трехсетовый финал Квала. В первом круге тяжелый матч. Друзья, ну здесь Пабло Коренни Буста дальше по-хорошему. Плюс Мою нужно еще помнить о том, что он играет пару с Эрбером. Где найти силы. Тем более, что он уже совсем не молодой возрастной теннисист. Люка Пуе против Миши Кукушкина. Тоже интересный поединок. Кукушкин находится в идеальной, наверное, форме. В лучшей за последние два с половиной года. Последний раз он так играл в 2015. В начале, когда был в финале в Сиднее. Кукушкин просто прекрасен. А Пуе очень сильно потерял в уверенности. И считаю, что 50 на 50. 2,69 на Кукушкина. Значит, в принципе, это играется. Это играется, дорогие друзья. Верю я в то, что Миша может пройти дальше. Избавился он от болячек. И играет в потрясающий теннис. С Донским, конечно, посмотреть его не удалось. Потому что не транслировали. Но счет очень комфортный. Поэтому я считаю, что и в этом матче он играл здорово. Но в первом матче против Феррера это для меня было откровение. Игра Кукушкина. Он был просто невероятен. Томас Фабиано против Пауа Лоренци. Итальянский между собойщик. Но здесь, честно говоря, особо тоже нечего. Фабиано, по идее, должен устать. Тяжелые победы. Лоренци обыграл Мюллера, Жиля. Что, конечно, на харде... Ну, это очень-очень серьезный результат. Даже с учетом неидеальной формы Лоренци. Формы Мюллера, простите. Но, тем не менее, вообще лезть в этот матч. Два итальянца на харде в Америке. Сами понимаете, это... Нет, это, пожалуй, не маст-си. Не маст-си, дорогие друзья. Далее, предпоследний поединок. Деннис Шаповалов против Кайла Эдмунда. Шаповалов в трех сетах на арене имени Артура Эша. Обыграл Жоуф Реда Цанга. Друзья, потрясающий результат. В невероятной форме находится Деннис, который в Монреале сначала заявил о себе. Потом прошел квал здесь. И уже обыграл сначала Медведева, потом Цангу. Ну, феноменальный теннис показывает Шаповалов. Считаю, что он дальше. Эдмунд тоже неплох. Но Эдмунд психованный. И если он начнет ошибаться, то ошибки пойдут одна за одной. Таким образом, он может проиграть несколько геймов и даже сет. Шаповалов дальше. Форма его мне нравится больше. Ну и последний матч. Крайний матч. Шварцман-Диего против Чилича. По-хорошему, здесь Чилич дальше. Но Чилич после травмы, после того, как был в финале Умблдона, не играл, пропустил в Сенциннате. Тот турнир, который нужно было ему защищать. Победу на котором... Не знаю, не знаю. Шварцман, конечно, в принципе, удобен для Чилича. Играет он не так мощно. Но, тем не менее, находится тоже в прекрасной форме. Здесь прошел очень легко два круга. На Юсоп он играть умеет и любит. Так что, дорогие друзья, все возможно. Но, опять-таки, если бы был в идеальном состоянии Чилич, то без вопросов Чилич дальше. А так, конечно, все может быть. Дорогие друзья, попытался побыстрее все сейчас вам рассказать и обсудить матчи в ближайших двух дней. Всем спасибо, кто смотрел. Все ссылочки в описании к видео смотрите. Сегодня будет стрим. У нас в группе 18.00 начинаем. Транслируем постоянно теннисные поединки. Я комментирую их. Так что, вступайте в группу Беттингу Теннис ВКонтакте. Все, всем приятного. Приятного дня и пока.